здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмиралс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня понедельник поэтому мы разберем то что у нас произошло на предыдущей неделе поговорим что же повлияло на падение рынков до после заседания фрс который было на прошлой неделе ну и собственно поговорим также что происходит на рынке разберем отдельно инструменты фондового рынка поэтому если вам нравится это видео не забудьте ставить лайк вопросы как всегда оставляйте в комментариях а и я хотел сделать небольшой анонс у нас будет небольшая пауза данных видео я буду находиться в отпуске поэтому мы с вами увидимся примерно через две недели поэтому а все ваши вопросы которые появляются обязательно оставляйте в комментариях к этому видео ну и также на этой неделе нас пройдет очередное видео с александром элдером где мы встретимся с ним в среду и также поговорим о том что думает александра на о рынке да на текущем в текущем месяце что он ожидает и как всегда разберем ряд инструментов фондового рынка поэтому начнем мы как раз с того что произошло на прошлой неделе это именно заседание фрс и собственно то как рынок на это отреагировал но я думаю что по графика многие из вас видят то что падение у нас продолжается подпадает фондовый рынок ну такие индексы как и сны 500 долл джонс долл джонс показывал самое большое падение на текущий момент европейские индексы тоже падают но а тем не менее например индекс nasdaq он практически не скорректироваться находится по локальным максимумом вполне возможно что как раз технологичные компании будут здесь но бенефисарами как раз рост потому что мы видели по ним коррекцию последние пару месяцев и как раз сейчас они могут начать восстанавливаться но давайте идти меня поэтапно а во первых после этого заседания которое было здесь важно обратить внимание на то что ну ставка оставили на прежнем уровне дата здесь принципе никто не ожидал что и будут менять объем выкупа остался тоже на прежнем уровне но уже то что произошло в пятницу это один из людей кто ходит в состав как раз фрс сказал что возможно что ставки начнут повышать раньше не в 2023 году как планировать а в 2022 собственно это и стало триггером того продолжающегося падения которое началось в среду и продолжилось до конца недели ну и фактически сейчас мы видим также это продолжение также из тех ну безусловно это все повлияло также в первую очередь на индекс долл джонс то есть акции компаний из реального производства стали падать быстрее ну и собственно индексы снг 500 это также отразилось а если мы посмотрим по ключевым инструментам там например как мы с вами смотрели индекс викс викс выходит за рамки уровня 20 мы видели то что ну фактически находились достаточно узком диапазоне а это у меня недельный таймфрейм давайте поставим на сделаем чуть поближе поставим дневной а и посмотрим что у нас происходит там сейчас то есть вот мы сейчас как раз опять же на фоне тех опасений которые сейчас появляются на рынке мы выходим из этой области поэтому волатильность может повышаться поэтому коррекция более затяжная по и снт 500 вполне вероятно до четырех тысяч трех тысяч там 900 мы коррекцию вполне вероятно можем увидеть и забегая немного вперед по крайней мере с точки зрения позиции по фондовому рынку лично я для себя пока на планирую сидеть в кэше и уже может быть через за месяц через два месяца вновь начать добирать позиции когда уже на рынке мы видим какие-то предпосылки на восстановление когда индекс начнут двигаться обратно а в рост поэтому вот нужно быть аккуратным эта коррекция может быть чуть более затяжной и собственно по индексу доллара индекс доллар также отскочил от области минимальные значения которые мы видели а в декабре двадцатого года собственно доллар сейчас растет по всем валютам и чуть позже тоже посмотрим это по графику поэтому сейчас собственно следующий уровень это уход выше отметки 93 40 а по индексу доллара это как раз максимум который мы видели в марте этого года то сейчас туда как раз мы и идем поэтому коррекция как и стал может быть более затяжной и фактически вот там за последние три дня мы сделали то движение которым мы этом росли нам последние пару месяцев что волатильность была только небольшой сейчас она усиливается и а к этому нужно подходить аккуратно а в точки зрения на событий которые стоит ожидать на этой неделе давайте посмотрим календарь и уже поговорим о том что у нас на рынке может происходить сюда я зайду как всегда в раздел календарь а ну собственно неделя довольно таки спокойная розничные продажи по австралии сегодня во вторник а продажи на вторичном рынке сша здесь ожидается рост вполне возможно как раз из-за уже более близких сроков повышения процентных ставок а здесь ну объем продаж он может безусловно также увеличится потому что так будет больше и потеки будут дороже поэтому сейчас уже будут спрыгивать в этот вагон для все кто хотел и все кто еще этого не сделал также выйдут продажи нового жилья также в среду есть тоже ожидается небольшой прирост а изменение по запасам на в среду также будет опубликовано саммит с будет в четверг также по ввп а выйду данные сша здесь также но пока прогноз на ожидание на как и предыдущий квартал также заказа база на товары база длительного пользования здесь у нас ожидается снижение но опять же на фоне роста инфляции этот момент он также выглядит довольно таки на негативно данный текущий момент для рынка и собственно коррекция может продолжиться а собственно если немного резюмирует вот ну вот то что мы сейчас с вами обсуждать да с точки зрения рынка до что сейчас происходит а во первых здесь важно сказать то что конечно но предполагали фрс предполагал что это может произойти да и коррекцию также ожидали и вот как раз сейчас ну то что произошло наверно предыдущей неделе может и быть начал а как раз того коррекционного движения который мы меня ожидали после новых локальных максимум после разгона инфляции поэтому на сейчас как я уже сказал коррекция может быть затяжной если мы будем смотреть уже по ключевым инструментом евро доллар евро доллара но опять же от уровня 1.2278 упал до отметки 1.1880 то есть порядка трех фигур мы а сходили буквально там за самое активное движение нас было на прошлой неделе собственно здесь вполне вероятно что до отметки 1.17 до евро доллар может вполне упасть хотя а для того чтобы купить а войти в данную позицию то есть принципе перепели продано сейчас налицо и здесь я ну для себя тоже будут вариант рассматривать а я пробовал покупать как раз на заседании фрс совсем небольшим объемом то есть для меня был здесь сигнал как раз а 15 числа мы смогли закрепиться выше максимума которые были 14 числа совсем небольшим объемом на пол процента риска здесь я открыл позицию буквально за несколько часов до как раз заседания но опасения которые были они подтвердили соответственно доллар пошел на укрепление моя позиция закрылась по стоп лосса мы ушли особенно ну дальше вниз поэтому теперь я буду искать возможности купить чуть ниже да опять же буду заходить небольшим объемом и сейчас также это выглядит довольно таки а интересно да по данного лиднопаре то есть опять же мы находимся по локальным минимум вполне вероятно что здесь может последовать коррекция а опять же сейчас мы не говорим о том что да у нас тренд поменялся мы все еще находимся в боковике да как я уже сказал то есть верхняя граница 123 нижняя граница 17 для амплитуда довольно таки большая поэтому покупайте вблизи нижней границы здесь ну пока максимально безопасно тем более мы подошли к тем уровнем который мы видели как раз в сентябре в октябре прошлого года от которых может как раз пойти восстановили но вполне вероятно что еще чуть ниже можем сходить поэтому а буду ждать если сигнал появится то буду рассматривать здесь покупки а по британской валюте также что здесь очень похоже принципе уровне коррекции которые здесь мы можем видеть в области 136 а 70 и оттуда было бы покупать ну чуть более интересно опять же я уже говорил о том что когда мы стояли вблизи максимальных значений февраля двадцатого года то есть заходить на покупки было довольно таки опасно поэтому эту ситуацию для себя не рассматриваю поэтому покупки которые будут делать это диапазон 138 136 зависимости от того где как раз я получу сигнал на начало восстановительное движение по данной валютной паре а с точки зрения пара американский доллар канадский доллар здесь тоже в целом пока у нас тренд сохраняется нисходящий хотя опять же волатильность у нас повысилась американский доллар растет опять же в рамках сохранения того тренда который был здесь я тоже буду пробовать как раз открывать позиции на продажу но с последующим скорее всего переворотом как раз а в лон то есть на укрепление американского доллара Вполне вероятно, что так же я буду делать и по другим валютным парам, потому что тренд может поменяться. Это тоже важно понимать. Пара американский доллар и японская иена. Здесь пока мы торгуемся по локальным максимум. Здесь тренд несколько не коррелирует как раз с общим укреплением американского доллара. Мы видели всегда противоположную картину, по крайней мере, последние пару месяцев. И здесь как раз было уже укрепление американского доллара. Поэтому здесь вполне вероятно, что коррекцию мы здесь сможем увидеть. И к тому же мы находимся практически по локальным максимум за последние несколько лет. Поэтому здесь коррекция наиболее вероятна. Но по данной валютной паре пока здесь позиции никаких делать не буду. Австралия. Ну вот Австралия здесь уже, собственно, на той волатильности, которая была на прошлой неделе, ушел ниже уровня 75-60. Собственно, здесь вероятность начала как раз нисходящего тренда будет более вероятна. Но коррекция в любом случае здесь последует. Поэтому мы сейчас опять же сильно упали. Мы находимся в зоне перепроданности. Поэтому если будут сигналы как раз на коррекционно-восходящее движение, то по данной валютной паре тоже я буду эти сигналы рассматривать. Ну и то же самое по Новозеландии. Новозеландия остановилась как раз на тех уровнях, которые были в марте этого года. Поэтому здесь довольно-таки неплохие уровни для того, чтобы попробовать подобрать. Ну и дальше посмотреть, насколько коррекция, ну насколько быстро откупят. Потому что многие активы, многие валютные пары, ну в том числе индекс, довольно-таки быстро откупали. Но пока этого не происходит. Золото. Золото тоже выглядит довольно-таки интересно для того, чтобы в него перезайти. Потому что на фоне как раз роста инфляции золото здесь может несколько выиграть. То есть, ну уже оно выиграло там последние пару месяцев. Но вот на фоне той коррекции, которая произошла, довольно-таки интересно. Интересна может быть возможность как раз перезайти в те инструменты, в том числе в золото. Заново его попробовать купить. Поэтому за золотом буду активно следить на этой неделе. А если мы сможем закрепиться выше отметки 1797 долларов за тройскую унцу, то по золоту я, по крайней мере, поставлю отложенные ордера. И буду пробовать в него заходить на продолжение роста. Опять же, с небольшим риском. Но сейчас, после той коррекции, которая была, это тоже выглядит довольно-таки интересно. Ну и то же самое по индексам. DAX скорректировался. Сейчас его немного пытаются откупить. После того падения, которое было на открытии рынка, во-первых. Ну, я имею в виду фьючерсы, которые именно на понедельник открыть. И сейчас его практически уже откупили. Торгаемся выше тех уровней, которые закрыли. Но не факт, что сможем пока его откупить. Поэтому здесь, в любом случае, чем ниже мы упадем, тем будет интереснее зайти как в DAX, так и в S&P, так и в другие индексы, которые у нас проседают. Поэтому за этим я тоже буду следить. И S&P 500 также находится в области поддержки. На текущий момент неплохие уровни для того, чтобы перейти как раз в покупку. Поэтому здесь, если будут появляться сигналы на то, чтобы как раз S&P 500 купить, то есть, скорее всего, эти сигналы произойдут во вторник или в среду. То есть, ну, вряд ли это будет сегодня. Потому что пятница падения у нас только усилилась как раз на заявление вот этого человека, который входит в состав ФРС на фоне того, что ставки будут повышать раньше, не в 2022, а в 2021 году. Да, падение усилилось. И вот сейчас нужно рынку прийти к балансу. И для того, чтобы уже дать намеки, куда ожидается, что рынок будет двигаться. Поэтому за S&P 500 я тоже буду следить. Нефть, в отличие от всех этих инструментов, которые мы сейчас смотрели, она пока плавно продолжает свое восходящее движение. Торгуемся уже в области 73-80. Здесь, в общем, пока с точки зрения часового таймфрейма есть некоторые предпосылки на начало коррекции, которые сейчас происходят. Но нефть пока я торговать не буду. По мне она выглядит довольно-таки дорого. И если будет коррекция область 65-60, то вот тогда перезаходить уже, наверное, будет иметь какой-то смысл, в том числе и по акциям. Но здесь пока просто наблюдаю для того, чтобы понять, куда, в принципе, движется индекс. Вот теперь Dow Jones. Как я и говорил, оно упало сильнее, чем то же самое S&P 500. Мы уже переписали минимумы, которые были у нас в прошлом месяце. Поэтому вполне вероятно, что коррекция продлится. И вполне вероятно, что 32 тысячи мы можем увидеть. Поэтому здесь нужно ждать остановки. И в тот момент, когда она произойдет, уже принимать решение. То есть пока мы падаем, здесь нет никакого смысла что-то делать. Возможно, подкупать какие-то акции, которые упали больше, чем индекс. В этом есть смысл. Но пока здесь нужно быть аккуратным. А вот Nasdaq. Как раз мы видим то, что локальный максимум вновь был переписан в четверг. А сейчас мы тоже несколько подрастаем. Поэтому здесь как раз в ближайшие пару месяцев технологичные компании могут выйти как раз таким победителем. И еще, чтобы завершить как раз наш обзор, я также переключусь на свой инвестиционный счет. И по ряду инструментов тоже мы пройдемся. Конечно, мой портфель упал за последнюю неделю. Я больше не из каких компаний, кроме как из биогена. Но об этом я говорил в предыдущих видео. Я не выходил. Поэтому здесь просто общий срез. В том плане, что многие компании, которые росли последний год или последние пару месяцев, они сейчас тоже начали активно корректироваться. Но, как я уже сказал, моя идея уже непосредственно с инструментами фондового рынка, в том числе с акциями, она будет заключаться в том, что я постараюсь пару месяцев пересидеть как раз в кэше, то есть подкопить, может быть, что-то закрыть еще. Но в целом я буду заходить в акции только когда у нас вновь образуется восходящий тренд по S&P 500. И тогда уже мы можем ожидать в завершении вот той коррекции, которая была. И тогда переходить уже к другим инструментам, как раз к поиску этих инструментов. Ну, по ряду акций. То есть вот тогда у меня были компании ExxonMobil. ExxonMobil я уже закрыл. Там People's Financial, финансовый сектор компания. С уровня практически 20 упали до 16. То есть, ну, собственно, на фоне этого падения. Артур Денинс Мидлэн довольно-таки сильно скорректировался. Райтан Технодж. Да, практически все. То есть, если мы пойдем, то мы увидим коррекцию практически по всем инструментам. Но не так сильно падает как раз технологичный сектор. Поэтому здесь я для себя ожидаю. Ну, не все акции. То есть, TysonFood это Apple. Да, вот по Apple продолжается рост. Ну, по крайней мере, там, за последние пару дней. По Alteryx тоже продолжается восходящее движение. По Palantir продолжается восходящее движение. То есть, технологичные компании сейчас выглядят более интересными. Опять же, много компаний, которые как раз проседали последние 4-5 месяцев. Поэтому вот они как раз сейчас могут и дать определенное движение. Поэтому лично, ну, в моем подходе здесь я делаю ставку как раз на эти компании. Потому что они как раз могут мой портфель немного скорректировать. И уже показать, собственно, ну, какое-то движение. Биоген, да, здесь я, как говорил, с позиции вышел. Собственно, сейчас тоже, ну, вот сейчас цена находится, примерно, под тому уровнем, под которым я выходил. Но если будет опять падение, там, область 200-220 долларов за одну акцию, то я в нее перезайду. Потому что мы видим, что она вот движется в таком боковике. Поэтому вот, ну, такой план. То есть, сейчас я каких-то сильных покупок делать не буду. Просто буду держать то, что уже купил. Из одной акции я уже вышел. Поэтому я пока пару, возможно, пару месяцев буду накапливать кэш. И уже к сентябрю буду дальше уже доформировать мой портфель. И, ну, что ж, лето все-таки выдается пока активным, да, несмотря на то, что везде жара, да, аномально теплая погода, ну, и в том числе жарко, и в том числе на рынке. Поэтому здесь нужно быть еще раз крайне аккуратным. Вполне вероятно, что эта коррекция, она, ну, она уже назревала, да. То есть, мы о ней тоже довольно-таки долго говорили, но вряд ли здесь мы можем ждать коррекцию на 30-40%. Если это произойдет, будет, опять же, отличная возможность закупиться на распродаже. Но даже если будет коррекция, там, 10-15%, то в любом случае можно будет акцией по хорошей цене также докупить свой долгосрочный портфель. Ну, и также начать какие-то спекулятивные уже действия по, там, по другим инструментам, по валютам и по индексам. Ну, а я напомню, что мы с вами увидимся через примерно две недели. Поэтому не забудьте поставить лайк этому видео. Вопросы оставляйте ваши в комментариях. Мы еще на этой неделе увидимся вместе с Александром Элдером. Также приходите на вебинар. Ссылка на регистрацию будет в описании к этому видео. Ну, а так, всем желаю хорошего торгового дня, хорошей недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.